Мир вам, дорогие братья и сёстры! Во имя великого, славного, чудного нашего Бога мы выходим, чтобы возвестить Его волю, прославить Его имя. Нашего Господа Иисуса Христа, который пришёл, служил, ходил, проповедовал, исцелял, воскрешал, умер и воскрес, и вознёсся, и ходатайствует за нас, чтобы мы были там, где Он. Слава и благодарность Богу! Нет большей чести, радости, привилегии, чем находиться среди поклонников Христа. Слава Богу! Что здесь собраны те, кто не поклонятся, а уже поклонились Ему. Слава Богу! Мы знаем, что будет время, когда всякое колено небесных, земных и преисподних преклонится перед Иисусом Христом. И всякий язык, даже тот, который не хотел этого, не признавал этого, исповедует, что Иисус Христос есть Сын Божий, есть Бог Богов и Царь Царей. Слава и благодарность Богу! Поэтому, друзья, мы здесь, мы здесь утешаемся, огромным утешением для меня служили сегодня мои друзья с Украины, которые ободрили своим служением. И вы знаете, я сегодня действительно стал свидетелем великого чуда, которое нам обещал Господь, что вы будете это видеть, что сегодня немые говорили. Слава и благодарность Богу! Сегодня глухие слышали слава и благодарность Богу! Оказывается, мы слышим не физически, мы слышим духовно. Очень много и большинство людей физически слышат, а духовно глухие, духовно слепы, духовно немы. Они не могут ничего. Нам же сегодня Господь открыл очи, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, и язык, чтобы возвещать чудные и дивные дела Божьи. Слава и благодарность Богу! Величайшее счастье, друзья, приветствовать сегодня наших дорогих друзей, братьев, сестер с Украины, теплой, благословенной, с благополучной Америки, с высокоразвитой Германией, с заполярной Норвегией, с зеленой Англией, Ирландией. Ну и, конечно же, огромной России. Слава и благодарность Богу, друзья, что у Бога такая многодетная, многонациональная семья. Вот такое у него широкое сердце. Дорогие, мы нашли в его сердце место! Слава Богу! Это меня радует больше всего, что у моего отца для меня есть место. В сердце, друзья, мы находимся в сердце самого Бога. Слава и благодарность Богу! Он думает о нас, дорогие! Он думает о нас! Он не может о нас не думать! Он не может о нас забыть! Говорит, если женщина забудет своего грудного ребенка, то я никогда тебя не забуду! Слава Богу! Есть такой псалом, любовь Божья больше любви матери! Мы восхищаемся любовью матери! Мы вчера были на благословенном браке, слышали много добрых слов, полезных, важных, живых. Мы слышали, конечно, о любви матери, жертвенной, которая себя полностью забывает, которая для себя полностью умирает для того, чтобы дать жизнь другому. Но, друзья, вы знаете, любовь Господа, любовь нашего Небесного Отца, она еще больше. Мы ее поймем или будем понимать уже до конца полностью совершенно, только в вечности. И Бог настолько велик, настолько непостижим, настолько чуден, прекрасен, что для того, чтобы Его познать, нужна будет вечность. Слава и благодарность Богу! Мы благодарны, друзья, Ему, за то, что Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями. В наших жилах, в венах течет Его кровь. Слава и благодарность Богу! Мы сегодня Его кровные братья, мы сегодня Его кровные сестры, мы сегодня кровные родственники. Слава и благодарность Богу! Без крови не бывает родства, где кровь, там и родство. Ибо три свидетельствуют на земле, дух, вода и кровь. И сии три о жизни свидетельствуют. Слава и благодарность Богу! И поэтому, друзья, сегодня мы собраны не человеком, мы собраны нашим Господом Иисусом Христом. Для самой великой цели, предназначения, это поклониться Создателю миров, всего видимого, невидимого, создавшего море и сушу, и все, что их наполняет. Поэтому, друзья, у нас есть все основания торжествовать в нашем Господе Иисусе Христе, восторгаться им, восхищаться им и не переставать. Поем салом, всегда удивляться я должен. Это действительно так, дорогие. К этому никак нельзя привыкнуть. Это истина. Я буду читать Слово Божье из книги Псалмов. Благословенная книга, которая есть в Библии, в Священном Писании. И вы знаете, также есть благословенный человек. У Бога он есть, у нас он был. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Это слова Давида, царя, поэта, полководца, композитора, пророка, помазанника, труженика. Человека, у которого было сердце Бога. Слава Богу, что у Бога есть такие люди с его сердца. Это говорит человек по сердцу моему. Дорогие, я благодарен Богу, что не только Давида, но сегодня я вижу братьев, сестер, нахожусь в собрании людей, у которых также сердце Бога. Люди согласились, пустили, смирились с желаниями Бога, добровольно, сознательно. Они искали этого. Они увидели в нем спасение. Они увидели в этом свою единственную надежду. Я прочитаю еще одно место. Это даже два места. Одно будет из книги пророка Иеремии, и второе из книги пророка Иезекииля. Это написано в 17 главе Иеремии. «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной. Лист его зелен, и во время засухи оно не боится, и не перестает приносить плод». 47 глава книги пророка Иезекииля. Здесь написано также. 12 стих. «У потока по берегам его с той и другой стороны будут расти всякие деревья, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья на врачевание». Такое слово «благое», «пророческое», «многообещающее» Бог дал сегодня в Своей Церкви. Слава и благодарность Богу! Вы знаете, у нас был праздник Тройцы, мы не смогли здесь быть. Мы спешили, торопились для того, чтобы быть дома в этом великом празднике. Это праздник Пятидесятницы. Это праздник, в который Господь исполнил то, что обещал тысячи лет назад. Это день, в который Он излил Свою благодать, которая самая является драгоценным даянием для человека. Иисус Христос, великий Божий Сын, который во всем исполнил волю Отца Своего Небесного, Он совершил ее, и написано, до Иоты. Он исполнил закон. В нем исполнение закона. Он умер, Он воскрес, Он вошел к Своему Отцу. Он доложил о Своей победе. Отец дал Ему славу, которую Он не имел до Своего прихода на землю. Его приход на землю лишь увеличил славу Христа. И слава, которую Он имеет сейчас, это слава ни с чем не сравнимая. Ее нельзя ни с чем сравнить или сопоставить. И потому вот этот наш Господь Иисус Христос, несмотря на свои величайшие заслуги, больших заслуг ни у кого не было, нет и не будет, чем у нашего Господа Иисуса Христа. И не перед людьми даже, перед самим Богом Небесным, Отцом. И вы смотрите, друзья, несмотря на то, что Господь из себя представляет, Ему нужно было умолять Отца, чтобы Он дал тебе и мне Духа Своего Святого. Что значит умолять, дорогие? Это не просто сказать. Это не просто приказать. У Него есть, было на это право, сговорить со Своим Отцом на «ты». Но Он понимал, что Он просит у Своего Отца Великого. Когда-то об этом попросил Елисей. Говорит, Дух, который на тебе, пусть будет на мне вдвойне. Он говорит, трудного ты просишь. Но если увидишь, как я буду взят, будет тебе. Конечно же, Он это получил. Друзья, то, что просил Христос у Отца, оно было еще труднее. Но мы видим, друзья, что Его просьба, Его заслуги, Его исполнение воли Отца, оно удовлетворило желание Сына, чтобы у тебя и у меня сегодня был Дух Святой, Дух Благодати. Дух умиления, Дух премудрости, сокрушения и послушания Его воли. Слава и Благодарность Богу. Это стоило всего для нашего любимого Господа, любящего Господа. И поэтому, друзья, те обещания, которые Господь дал в Слове Своем в Ветхом Завете, Он обещал для чего? А для того, чтобы народ ожидал. Вы знаете, как важно что-то обещать наперед. А для чего? Потому что, опираясь на обещания, мы сможем ожидать того, что нам пообещали. То есть, какое-то время нам дано будет пройти, опираясь исключительно не на то, что мы уже получили, а на то, что нам обещано Богом. Слава и Благодарность Богу. Друзья, мы видим, насколько велико, ценно, глубоко, сильно, могущественно Божье обещание. Слава и Благодарность Богу. Бог не забыл. И он за сотни лет до того, он знал, когда это будет, но мы об этом не знали, он дает слово обещание. Вы знаете, Давид, это был муж, мы говорили по сердцу Бога, это был муж исполненный Святого Духа. Это был муж, который говорил от Бога. Сердце его говорило от Бога. Он говорит, сердце мое говорит от тебя. Знаете, сердце Давида говорило словами Бога. Потому что все желания Бога, они находили место в его сердце. Друзья, это чудесное сердце. Это очень широкое сердце. Это сердце новое. Это сердце благословенное и помазанное. Это сердце, в котором могут найти, друзья, ни одно, ни два, ни три, а все желания нашего Небесного Отца. Слава и Благодарность Богу. У Бога очень много желаний в отношении тебя и меня. И, друзья, Бог хочет, чтобы все они до одного нашли место в нашем сердце. Велика милость, благодать, благословение и благоволение Божьих нам. Я прочитал эти места не случайно. Это места, которые говорят о празднике Пятидесятницы. Блажен Муж. Почему? Потому что в законе Господа воля его. И этим он живет ежедневно. Он этим живет и день, и ночь. Друзья, не для этого ли дан нам Дух Святой? Чтобы нам иметь сегодня встречу с Богом не только в этом собрании здесь. Которых у нас, ну, не так уже много. Вы знаете, это пир. Это своего рода ресторан. Обычно мы кушаем всегда дома. Это может быть скромная, уютная, тихая атмосфера, домашняя. Но, тем не менее, мы там едим, мы там кушаем. Но когда мы приходим на какой-то праздник, на пир, на брак, на свадьбу, мы едим там что-то особенное. Друзья, это прекрасно, это чудесно. И вот это собрание сегодняшнее наше с вами, друзья, это не что иное, как пир. Как накрытый богатый стол, на котором всякое, всячина. Бери и не бойся, что не хватит другому. Хватит, сколько бы ты ни взял, и еще останется. А для чего? Чтобы ты это забрал с собой. Слава и благодарность Богу. Вот такой у нас Бог богатый. Такие шикарные, богатые столы. Дорогие столы накрывает Он для нас с вами. Слава Богу. Он любит нас, друзья. Когда ты приходишь на брак, и ты видишь, что стол в буквальном смысле гнется от еды. Ты понимаешь, что тебя любят. Это все для тебя. Твоего прихода кто-то ждал, им кто-то ценил. Друзья, не так ли происходит в церкви? Когда я пришел в церковь, я посмотрел на братьев моих, на сестер, на хор. Я послушал. Я сказал, Господь, Ты великий. Твои блага, они просто нельзя передать словами. Я был восхищен в рай и слышал неизреченные слова. Друзья, вы знаете, этот рай бывает часто в церкви. Спешу я в церковь, где не кончается. У меня может закончиться, да. Но я спешу в церковь, где всегда есть хлеб. Всегда есть пища, всегда есть те, кто любят Бога и поклоняются Ему. Я у них могу тоже что-то взять для себя. Слава и благодарность Богу. Этот блаженный муж, это муж, который не ходит, не стоит и не сидит. Апостол Павел сказал, на зло будьте младенцы. Это блаженное состояние, когда человек полностью разучился делать зло. Но по уму будьте совершеннолетни. И во всем, что он не делает, он будет, как дерево, посаженное необыгде, у потока воды. А для чего? А чтобы оно не знало засухи. Потому что приходит засуха. Но оно не знает засухи. Оно всегда зелено. И на нем всегда есть плоды. Слава и благодарность Богу. Этот человек крещенный и исполненный Духа Святого. Слава и благодарность Богу. Этот человек, посаженный у воды. У него всегда есть где попить. Бог послал когда-то пророка Илью, помните? Во время засухи куда? К потоку. Вы знаете, в том потоке была вода. Потому Бог его туда послал. Но мы знаем, что когда поток высох, то Илья понял, что мне здесь делать нечего. Но мы сегодня имеем дело и говорим сегодня о потоке, который никогда не высыхает. Слава и благодарность Богу. Этот поток, друзья, очень сильный, очень мощный. Намного больше, чем мы его себе представляем. 47 глава Иезекииля, это же глава, но я прочитаю выше. Об этом же потоке. Из которого сегодня нам суждено, предназначено, позволено пить. Так написано. Прочитаем 47 главы. С первого стиха. И потом привел он меня обратно к дверям храма. И вот из-под порога храма течет вода на восток. Ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника. И вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем обращенным к востоку. И вот вода течет по правую сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил тысячу локтей. И повел меня по воде, воды было по лодыжку. И еще отмерил тысячу, и повел меня по воде. Воды было по коленам. И еще отмерил тысячу, и повел меня. Воды было по поясницу. И еще отмерил тысячу, и уже тут был такой поток, через который я не мог идти. Потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было. Этот поток. Вот такой поток, дорогие. И визуально мы себе можем представить, что тысячу локтей это приблизительно полкилометра. Ну, это уже река. Бог называет это потоком. Смотрите, какие у Бога потоки, да? Пятьсот метров он отмерил и повел его. Воды было всего лишь. На расстоянии полкилометра от берега было по лодыжку. Дорогие, мы иногда сделаем два шага от берега, и нам этого достаточно. Мы думаем, Господи, а что еще можно пережить? Как еще тебя может больше пережить? И мы представляем такого Бога в двух шагах от берега. Да, это Бог. Но это только начало Его. А Бог тебя ведет куда? Дальше. Зря Он тебя привел к потоку. Нет. Не для того, чтобы ты любовался Его красотой. Не для того, чтобы ты любовался этим берегом, пейзажем. И утешал себя, что ты стоишь у воды. И ты в любое время можешь попить, дорогие. Нет. Дух Святой. Он ведет нас намного глубже. Слава и благодарность Богу. Это благодать. Бога не удовлетворяет то, что пророк зашел по лодыжку. Он отмеряет еще полкилометра. Это уже километр. Воды только по колену. Вы посмотрите, друзья, как много нужно пройти. Как долго иногда нужно искать Бога, чтобы зайти все-таки чуть-чуть глубже. Нам кажется, мы прошли так много. А погрузились так мало. Но и Бога и это не удовлетворяет. Написано, Он отмеряет еще тысячу. И после еще полкилометра, это уже полтора, воды по пояс. Но мы видим, друзья, что Бога и это не удовлетворяет. Бог показывает нам, друзья, на этом примере, на этом видении. На этом переживании пророка. Как далеко Он нас с вами хочет вести в познании Его. В соединении с Ним. И этого мало. Бог отмеряет еще тысячу. Это уже два километра. Всего лишь два километра от берега. В потоке Божьем. Ну, назовем это серединой. Но там Писание говорит, уже было так много воды, что пророк не чувствовал под собой земли. Вот это воля Божья, дорогие. Воля Божья в том, чтобы ты не стоял на своем. Чтобы ты не чувствовал почву под ногами. Чтобы ты не размышлял столько логически, сколько мерилом Божьего Слова. Чтобы ты полагался не на себя, не на свой опыт, не на свои переживания, но полагался исключительно на Божью благодать. Благодать, слава и благодарность Богу. Ты боишься в ней утонуть? Не бойся. Если утонешь, это будет во благо. Но Писание нам говорит, что пророк там не утонул, а он там стал плыть. Слава и благодарность Богу, друзья. Плывем ли мы сегодня? Давайте мы обнаружим сегодня себя. А где мы в этом потоке? Стоим ли мы на берегу? Намочили мы только ноги? Зашли мы по лодыжку, по колено или по пояс? Это уже очень большой возраст. По пояс. Или мы пошли еще дальше? Дорогие друзья, да поможет нам Господь сегодня зайти настолько далеко, чтобы нам плыть. Плыть с Богом. Плыть в Боге нашем, Иисусе Христе. Слава и благодарность Богу, друзья. Когда мы погружались в воду, когда мы принимали водное крещение, это было внешне. Когда мы погрузились в Духа Святого, это было внутренне. Для того, чтобы плыть в воде, надо в нее зайти. Надо в ней оказаться. Друзья, и поэтому для нас сегодня Господь дает такое право, для нас сегодня Господь уготовил такую благодать, чтобы нам сегодня, дорогие друзья, искать этого постоянно. Я читал 12 стих у потока, по берегам его стоят другой стороны, будут расти всякие деревья, доставляющие пищу. Это мы с вами. И так написано в Писании, смотрите, результаты этого. Листья этих деревьев не будут увядать. Плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будет созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья на врачевании. Ну, мы не будем долго говорить, уже время заканчивать. Собрание подходит к концу, но я хочу обратить внимание на две маленьких детали. На само дерево. Мы знаем, что на каждом дереве есть листья. И, кстати, сначала появляются листья, а только потом появляются цветы, а потом уже плоды. Но Писание нам говорит, что и лист, и плод будет на этом дереве прекрасен. Знаете, по листу, по плоду мы можем узнать природу дерева, да? Каково оно? Груша это, яблоня или слива? По плоду мы узнаем, да? А по листу, что мы узнаем? Можно ли узнать дерево по листу? Вот глядя на лист, можно ли узнать дерево? Можно, скажет специалист. Специалист может определить по листу. Но, друзья, здесь мы не говорим о каких-то специалистах, экспертах в этой области. Мы говорим здесь, друзья, о том, что для чего Господь дает нам листья, для чего Господь этому дереву дал лист, друзья. А чтобы по листу определить здоровье дерева. Вы знаете, очень важно нам следить за листом, чтобы нам определить по листу, какое дерево, здорово оно, или оно нуждается в лечении. Оно нуждается в удобрении, в подкормке, в поливе. Ну, не так ли? Когда ты не подкормил вовремя куст томата, например, там, или огурца, его лист начинает что? Бледнеть, желтеть. Он начинает иметь такой бледно-зеленый цвет. А о чем это говорит? О том, что ему катастрофически не хватает удобрения. Его нужно удобрить, его нужно полить. Ему нужно создать условия для нормального существования. Друзья, вы знаете, точно так и лист. А что же такое лист? Знаете, листья это наши слова. Листья на дереве это наши слова. Сегодня братья очень хорошо говорили о словах, об устах, как нам нужно следить за нашими словами. Но Писание нам говорит, что Давид говорил о дереве, которое посажено при потоках вод, лист его не вянет. Еремия говорит, он всегда зелен. Иезекииль говорит, что этот лист не будет никогда вянуть, увядать, засыхать. Друзья, вы знаете, это наши с вами слова. Слова крещенного, исполненного Духом Святым человека. Это всегда слова здоровые, зеленые, да? это всегда слова, приправленные солью и слова, которые несут людям утешение и врачевание. Слава и благодарность Богу. Можно словом человека вылечить, а можно словом его покалечить. Можно даже словом человека убить. Один поэт сказал, убитым убитых словом не спасти. Это страшно, дорогие. И, кстати, больше людей в мире убиты словом, чем мечом. Намного больше людей. Потому, друзья, нам Господь дает язык слова совершенно другие. О Христе было сказано пророчески, ты дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом своим подкреплять нуждающегося. Слава и благодарность Богу, друзья. Эту же способность Господь дает своей церкви. Тебе и мне. Чтобы наши слова всегда несли в себе жизнь, поддержку, утешение и исцеление. Чтобы они никогда не вяли. Что это значит? Чтобы у нас никогда не проскакивало старых слов, грубых слов, мирских слов. А тем более скверных слов. Да сохранит нас Господь от этого. Да поможет нам Господь. Иметь эти листья, друзья, которые действительно даны нам для исцеления народов. слава и благодарность Богу. Бог в свое и мое сердце вложил свое слово. И мы сегодня должны его передать кому? Людям окружающих нас. Плоды это наши дела. Это результат. Мы говорили мысль, слово, дело. Это результат, друзья. Очень важно нам обращать должное внимание на плод, какой мы приносим плод Господу. Вы знаете, наши плоды, они во многом зависят от наших слов. от избытка сердца говорят уста человека. потому, друзья, наш плод, он также заключается и в наших словах. Наши слова, они очень часто приносят плоды. Вот ты сделал, ты сказал, ты побеседовал, ты дал правильные советы, ты смотришь прекрасный плод. Там, где была война, воцарился мир. Это плод? Это великий плод. Это сладкий плод. Это ценный плод, дорогие. Это плод из Едемского сада. Это плод из рая. Это плод из Церкви Христовой, где растут только полезные, прекрасные и чудесные деревья, насажденные в Доме Господнем. слава и благодарность Богу. И поэтому, друзья, и плоды, о которых мы уже не будем говорить сейчас подробно, и листья, они для нас сегодня очень важны. Без листа дерево погибнет. Сердцем веруют праведности, а устами исповедуют ко спасению, дорогие. Мы сегодня призваны исповедовать свое спасение друг перед другом и перед этим миром. Не будем тайными учениками. Знаете, у Христа были явные, а были и тайные ученики. И мы разбирали недавно, разобрали Евангелие Иоанна и пришли к выводу, что все-таки лучше и хорошо и это угодно Богу быть явным учеником Иисуса Христа. Знаете, явные ученики Христа не хоронили, а тайные похоронили его. Если ты боишься быть явным, не забывай, что рано или поздно тебе придется похоронить Христа. Тебе придется его схоронить. Тебе придется от него отказаться. Тебе придется его спрятать и сделать его невидимым. Поэтому, дорогие друзья, живое никогда не может спрятаться. Оно всегда становится явным. И Бог, Отец ваш видящий тайны, воздаст вам явно. Слава и благодарность Богу. Ты накрыл для меня стол на виду у врагов моих. Слава Богу. Для того, чтобы и из противящихся могли обитать у Господа. Бог накрывает нам стол даже, друзья, часто на виду у наших врагов. Для чего? А чтобы и у врага появился аппетит. Желание вкусить от Божьего стола и быть приобщенным ко спасению. Помолимся, поблагодарим Господом.